Продолжение следует... 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 И у нас понятно, что есть здесь очень много вопросов. Последние мониторинги, те, что мы проводим, показывают, что не все у нас хорошо в этой сфере. Поэтому мы решили сегодня и практический семинар сделать, и потом мы подведем итоги уже на совещании итоговым таком. К сведению, на территории Сморгонского района проживает более 16 тысяч сельского населения. В 233 малых населенных пунктах отсутствуют стационарные торговые объекты. 11 автомагазинов доставляют до их жителей все самое необходимое. Каждый поселок обслуживается 2-3 раза в неделю. Ежедневно в график каждого автомагазина включено от 7 до 16 населенных пунктов. Автомагазин – это специально оборудованное транспортное средство. Вот этот пункт правил торговли был рассмотрен на заседании исполкома, и перед всеми собственниками, владельцами автомагазинов была поставлена задача обеспечить выезд автомагазинов именно в специально оборудованных транспортных средствах. Что касается информации, которая должна доводиться до потребителя, то при работе автомагазинов это еще более актуальный вопрос. Информация должна быть доведена и в соответствии с законом, и информативно, чтобы человек видел и смог сделать правильный выбор. Естественно, это и задача направлена на то, чтобы получить больший оборот, и задача направлена на привлечение покупателя. Информация доводится посредством ценников и посредством оформления прескурантов. Самое важное, чтобы было четко наименование товара, цена товара, вес товара и все остальное, что касается требований законодательства. И, естественно, соблюдение ассортиментного перечня. Покупатели на селе в Сморгонском районе обслуживают пять собственников. Унитарное частное торговое предприятие «Анавир», агроторговое унитарное предприятие «Невазос», Сморгонский филиал Гродинского облпотребобщества, филиал организации «Евроторг» и частное торговое унитарное предприятие «Зенкевич». Ассортимент продукции предприятие поставляет изначально на складские помещения. Там дальше выгружаются и напрямую загружаются автомагазины. То бишь не с магазина, а со склада. С участием работают у нас два водителя на двух автолавках, два продавца и плюс еще два работника, которые загружают эти автомагазины и несут ответственность за них непосредственно и директора. Что еще? Это продукция самая востребованная. Скорее всего, самая востребованная продукция по праздникам – это рыбные изделия. Ну и, конечно, хлеб, молоко – это всегда в почете. Колбасные изделия, они поскольку занимаются место продажи, но слишком уж таким большим спросом не пользуются. У нас ведется книга учета журналов заявочных. Все эти заявки, которые люди просят, мы выполняем 100%. Даже бывают и больше такие заявки, которые мы и не имеем в своем магазине. Машина не типовая, так как Анатолий Павлович купил. Мы тоже будем стараться, будем заказывать боковую дверь, боковую витрину, потому что будка новая, жалко ее менять. Просто переконструировать будем этим летом. А вы заявки принимаете тоже у людей? Как у вас ведется учет? Принимаемые заявки, в основном, краска, гвозди, рубероид, это все под заказ. Именно этот магазин единственный, он не торгует алкогольной продукцией? Нет, не торгует. Он, значит, сконцентрирован на торговле непродовольственным товаром. И плюс товары первые с самыми необходимостями. Это хлеб, молоко, вот такие. Два автомагазина в нашей системе, которые обслуживают порядка около 80 деревень каждый. Утром рабочий день начинается с того, что заведены журналы контроля, постоянно отслеживаются качества продуктов, своевременность выезда, техническое состояние машин отслеживается. После этого они едут получать продукцию сначала на торгово-распределительных складах, потом на колбасном цехе собственном, потом на кондитерском цехе. То есть получаем хлеб ежедневно с нашего хлебозавода. И поэтому продукция всегда должна быть свежей у нас. Изучив оборудование автолавок и предлагаемый ими ассортимент продукции, участники семинара перешли для обсуждения на территорию кафе. В торговом зале их вниманию была предложена выставка и дегустация продукции агроторгового предприятия «Нивазос». Затем состоялся предметный разговор о конкретных проблемах выездной торговли на селе. Причем это был именно диалог, поскольку высказывались не только те, кто сидел в президиуме, но и собственники автолавок, председатели селесполкомов и продавцы. Чувствовалось, что озвученные проблемы, недостаточный ассортимент непродовольственных товаров, несоблюдение графика, а иногда и маршрута выезда автолавок не оставляют равнодушными никого из присутствующих. Разговор получился продуктивный, и хочется надеяться, определенные выводы для себя сделали все участники семинара. Районный шоу-конкурс «Мисс Маргонь-2017» 24 марта в 19 часов пройдет в Маргонском районном центре культуры. Шесть смелых, красивых и талантливых девушек примут участие в шоу-конкурсе «Мисс Маргонь-2017» соискательницам короны от 18 до 23 лет. За титул «Мисс Маргонь-2017» поборются три учительницы, библиотекарь, бухгалтер и секретарь. Руководитель театра игры Сморгонского районного центра культуры Паулина Жих рассказала, что шоу «Мисс Маргонь-2017» будет состоять из четырех выходов участниц на сцену. Визитная карточка, деловой стиль, творческий конкурс и дефиле в свадебных нарядах. Приятным сюрпризом для зрителей шоу-конкурса станет выступление популярного белорусского эстрадного исполнителя Саши Нема. Весна, время перемен и обновления. Помочь стать лучше, красивее и чище родному городу, агрогородку, родной деревне или поселку после зимнего периода может каждый из нас. С окончанием зимы, после схода снежного покрова, населенные пункты, территории, организации, предприятий оказываются замусоренными бытовым мусором, строительным мусором, который образовался за зиму. Как показали проведенные мониторинги за эту неделю, посещены Кривский сельский совет, Жадишковский уже, Кореневский и город Сморгонь, что эта проблема имеется почти в каждом населенном пункте. Также за зиму успевает даже образовываться несанкционированные свалки мусора, так как подъездные пути зимой к мини-полигонам оказываются зацеплены снегом и невозможно подъехать. И в преддверии грядущего районного месячника по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов хотелось бы обратиться ко всем руководителям предприятий, организациям, жителям района, трудовым коллективам не остаться в стороне по наведению порядка на земле. Давайте сделаем наш город, каждый поселок, агрогородок чище и красивее. Это будет способствовать воспитанию чувства ответственности и бережливости к родному краю, городу и природе. Подписаться на газету «Светлый шлях» теперь можно и в редакции газеты. Читатели издания могут оформить подписку на газету «Светлый шлях» как для себя, так и с доставкой в пользу любого другого получателя в редакции газеты по адресу. Город Сморгонь, улица Советская, 29, кабинет номер 6. Ждем вас с понедельника по пятницу с 8 до 17.00. Напоминаем, подписная кампания продлится до 25 марта. К теме спорта. Футбольный клуб «Сморгонь» продолжает подготовку к предстоящему сезону. В среду 15 марта наша команда провела очередной товарищеский матч. В соперниках команда из Могилевской области – футбольный клуб «Осиповичи». За ходом этого матча следил наш корреспондент Сергей Юревич. Серебряный призер второй лиги белорусского чемпионата футбольный клуб «Осиповичи» недавно вышел из отпуска. Матч со Сморгонью стал для бывшего рулевого «Клецка» Николая Бронфилова, который только в начале марта возглавил «Осиповичскую команду» первым в нынешнем межсезонье. На игру со Сморгонью гости приехали с широким списком футболистов. Порядка 25 игроков планировал просмотреть тренер гостей в товарищеской игре с нашей командой. Со стартовых минут сморгонцы принялись оправдывать статус фаворита и хозяина поля. Тотальное владение мячом привело к тому, что красно-черные в начале матча забили быстрый гол. Мяч, который пропустили гости уже на пятой минуте, стал плодом ошибки «Осиповичских защитников», которые без особого сопротивления подпустили к собственной штрафной зоне Сергея Бондаренко, позволив ему отдать передачу на набегавшего Игоря Хладкова. Последний хладнокровно головой отправил мяч в сетку ворота Сиповичей 1-0. Для того, чтобы утвердить свою позицию на поле, Сморгоне понадобилось еще 9 минут. На этот раз Виталий Ганич, получив передачу от своего партнера по команде, снова нашел у ворот соперника одиноко стоящего Хладкова. Очередной оплошностью соперника наш форвард воспользовался грамотно. Забил второй мяч, тем самым оформив дубль в матче. Гости никак не могли освоиться на сморгонском футбольном поле. Отметим, что команда из «Осипович» сейчас проводит свои тренировочные матчи на натуральном газоне, не самого лучшего качества в силу погодных условий. Сморгонцы же тренируются на комфортном синтетическом покрытии в западном микрорайоне нашего города. Брак в атаке и неуверенная игра в обороне привела к тому, что на 28-й минуте зелено-белые снова пропускают. При розыгрыше углового удара мяч, отправленный Виталием Ганичем, снова находит во вратарской зоне форварда Сморгоне Игоря Хладкова, который, опекаемый защитником, довел стандартный удар до забитого гола. 3-0, Сморгонь впереди. Во втором тайме гости несколько раз перспективно атаковали ворота Сморгони, но забить, а тем более отыграться у них не получилось. Таким образом, благодаря хитрику Хладкова, Сморгонцы свой четвертый товарищеский матч отмечают крупной победой. Следующим соперником Сморгони станет «Столичный луч». Матч пройдет в Минске 18 февраля. Раньше люди боялись сдать тест на ВИЧ, потому что не было лечения. Но сегодня лечение есть. Поэтому крайне важно сдать тест на ВИЧ как можно скорее. У каждого есть выбор и варианты последствий. Получить диагноз ВИЧ, конечно, непросто. Но это шанс остаться в живых, узнать о болезни как можно раньше. ВИЧ лечится. И лекарства выдаются бесплатно. При приеме таблеток риск инфицирования партнера снижается на 96%. У тебя есть выбор – пребывать в неведении или сдать тест, найти поддержку и понять, что ты не одинок. Если не лечиться, твое состояние ухудшится. У тебя есть выбор – знать свой статус и быть ответственным по отношению к тому, кто тебя любит. Или пребывать в неведении. При приеме антиретровирусной терапии в более чем 98% случаев рождаются здоровые дети. Зная свой статус, ты можешь дружить, влюбляться, строить отношения. У тебя есть выбор – радоваться жизни и жить долго или пустить ситуацию на самотек. Ты можешь принять ВИЧ-статус и лечиться, а можешь выбрать неизвестность. Помни, у тебя всегда есть выбор. И правильный выбор – узнать свой ВИЧ-статус и быть здоровым. Делай все вовремя. Узнай, где можно сдать тест на ВИЧ. Пройди тест и начни лечение. В ближайшие дни территория Сморгонского района окажется во власти влажных и теплых воздушных масс Западной Европы. Во вторник, 21 марта, будет облачно с прояснениями. Ожидаются осадки. Ночью столбики термометров покажут плюс два, плюс четыре. В дневные часы воздух прогреется до восьми градусов тепла. Ветер юго-западный умеренный. В среду, 22 марта, территория Сморгонского района окажется вблизи фронтальной волны. Преимущественно без осадков. В ночные часы ожидается плюс четыре, плюс шесть. Днем 6-8 градусов тепла. Ветер западный умеренный. В четверг, 23 марта, характер погоды улучшится. В ночные часы температура воздуха понизится до 0 градусов. Днем столбики термометров покажут 8 градусов тепла. Ветер восточный умеренный. Это были основные темы нашего выпуска, о которых мы хотели вам рассказать. Берегите себя, будьте в курсе событий. Программа событий транслируется при технической поддержке общества с ограниченной ответственностью Аксиома-сервис Сморгонское кабельное телевидение. Продолжение следует...